Вы помните, мы говорили о том, что Бог заинтересован в нациях. Я влю святость моего имени, которое было попираемо народами. Имя, которое вы попирали среди народов. Эти народы узнают, что я Господь. Я возьму вас от этих народов, соберу от этих стран и приведу вас в вашу землю. Божий план искупления, часть 5. В период с 1880 по 1939, 475 тысяч еврейских иммигрантов переселились на территорию Израиля, тогда называлась Палестина. И в тот вечер, когда Гитлер маршировал в сторону Польши, когда начиналась Вторая мировая война, 40% населения Израиля, или на тот момент под мандатной Палестины, составляли евреи. Есть люди, которые считают, что государство Израиля образовалось благодаря тому, что страны, они сочувствовали евреям после Холокоста. Это фактически является неправдой. Это произошло, потому что Господь, Он Господь, выполняющий свои обещания, даже если Он выбирает каких-то неверующих людей, таких как Теодор Герцель. С 1938 года около трех с половиной миллионов евреев эмигрировали в Израиль и из около сорока разных стран мира. Вот я приведу их из страны северной, соберу их с краев земли слепой и хромой, беременной и родильницей вместе с ними. Великий сон, он возвратится сюда. Сегодня у нас есть мессианская община, которая находится в Израиле, в 1948 году их было ноль человек, сегодня где-то 25 тысяч. И мы видим, как Господь исполняет Своё Слово, данное нам, уже при нашей жизни. Это вещи, которые наши предки, деды и прадеды мечтали увидеть. Исполнение обещания о том, что Израиль вновь овладеет землей. Это также знамение того, что Господь готовится достичь весь мир через еврейский народ. И мы, как церковь, соединились с этим через еврейского мессию на основании той судьбы, которую приготовил Господь для Израиля. Возможно, вы сегодня сидите и думаете, но какова моя роль во всей этой истории? Но честно вам скажу, я не знаю этого. Но я точно знаю, что Господь знает. И я знаю, что вы заявляете о том пророчески, что вам это не безразлично. История Израиля – это моя история. Господь может использовать вас в течение этой истории искупления. Все, что вам нужно – это быть готовым. В завершении, моя молитва о вас сегодня, чтобы вы понимали тот контекст, в котором вы живете. И это побуждало бы вас задаваться вопросом и обращаться к Богу. Господь, как я могу этому помочь? Как я могу быть другом для Израиля? Как я могу помочь строить этот план искупления, чтобы увидеть, как еврейский народ приходит к вере, чтобы стоять за еврейский народ, чтобы стоять за Израиль и поддерживать его так, как Господь вас в этом видео.